В Швеции открылся первый в мире круглогодичный отель из-за льда, в нем есть даже картинная галерея. Но о россияне по-своему готовятся к новогодним праздникам. В Омске торжества начнутся в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь будет иллюминация, световое оформление ландшафта и архитектурная подсветка. Как подготовились? Города Сибири главной ночи этого года знает Александр Руяткин. За три недели до Нового года Омск начинает готовиться к праздникам. Фасады крупных торговых центров освещают иллюминация, деревья горят огнями, повсюду установлены ели. Правда, заслуга в этом не чиновников мэрии, а предпринимателей. Мы каждый год к 15 ноября уже полностью украшаем здания и внутри, и снаружи к Новому году. Потому что это уже время, когда покупатель настроен на Новый год, либо настраивается и готов совершать уже новогодние праздничные покупки. Поэтому мы стараемся соответствовать ожиданиям наших посетителей, радовать их новогодним украшениям. Бизнес уже готов предложить и сотни праздничных программ на новогоднюю ночь. Ночные клубы, рестораны, торговые центры готовят свои новогодние шоу. Можно выбрать, куда отвезти ребенка и сходить самому. В мэрии тем временем только начинают строить ледовые городки в парках. Но самого знаменитого – Беловодья – в этом году не будет. Город пытается, что может, и то уже спасибо. Конечно, жалко в этот раз, что нет ледяного городка. Вот, как бы привыкли ездить каждый год. Но предприниматели, конечно, стараются. Я вечером не очень много езжу, поэтому особо не вижу. Но вот сейчас проехал, пока здесь красиво, да. А так, в основном, как-то так, не особо. Да, я думаю, не очень достаточно. Не совсем еще. Праздничная атмосфера совсем не ощущается еще. В Кузбассе к празднику все готово. Напротив здания администрации области уже всеми огнями горит новогодняя ель. Ее смонтировали еще в конце ноября. Иллюминация реагирует на свет. Как только темнеет, лампочки загораются. В этом году тема оформления города – экология. Сам ледовый городок должны открыть до 25 декабря. Уже монтируются ледовые лабиринты, горки и фигуры. Для этого сюда завезли более 90 тонн льда. В Новосибирске в праздничном оформлении города тоже сделали ставку на экологию. Главная достопримечательность города – зоопарк, по мнению дизайнеров, оптимально вписался в эту концепцию. Но с началом работ зодчие не торопились. Действительно, это занимает очень много времени для того, чтобы подготовить профессионально вот такой городок. А так как каждый год у нас снег то выпадает, то раньше, то позже. Если вы помните, в том году у нас вообще мы открывали елку, когда была плюсовая температура, и просто лед таял. Поэтому мы для себя просто сделали такое, что с 1 декабря мы начинаем строительство, и где-то 23 мы это завершаем. В Томске в каждом районе города уже открыта новогодняя площадка. Их строительство велось с начала ноября. Оборудовали 12 светодиодных фонтанов. Почти в каждом городке есть свой каток. Здесь и самый большой за Уралом. На Белом озере. Площадью почти 8 тысяч квадратных метров. Его откроют 7 декабря. На подготовку Томска к Новому году мэрия потратила 25 миллионов рублей. Но в администрации отмечают, что город вложил своих денег не больше 10%. Бизнес поучаствовал. А мечи же оптимизма в канун праздников не теряют. Говорят, готовы подождать еще немного, чтобы увидеть, как город засверкает в новогоднюю ночь. Александр Руяткин, Астап Григориан, Салина Штарк, Павел Хадынский, Роман Абдрахманов. Новости здесь Омск.